А вот в списках Интерпола фамилии Янукович больше нет, причем не только Виктора, но и его сына Александра. Как нет и еще с десяток бывших из окружения экс-президента. У нас их обвиняют в тяжких преступлениях и даже заочно судят, но красная карточка теперь не действует. Кто это допустил и наступила ли для перебежчиков вольная? Разбиралась Анна Каменева. Бывшие чиновники-беглецы отныне могут спать спокойно, по сути, в любой стране мира. Интерпол их больше не ищет. Ни экс-президента Януковича и его сына Александра, ни экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого, ни бывшего секретаря СНБО Андрея Клюева. Отказалась международная организация искать и нардепа Александра Онищенко. По нашим данным в списке снятых с розыска около 10 фамилий. Кто они в ГПУ комментируют неохотно. Та информация, которую мы получили каналами Интерпол, в месте застережения о конфиденциальности, поэтому я не хотел бы оглашать конкретную количество. Больше 10? Десять меньше, чем 10. А Азаров Арбузов? А Азаров был. Был в этом списке выключен? Так. А Арбузов? Не помню. Кроме экс-премьера Азарова, по нашей информации, Интерпол больше не ищет бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко и олигарха Сергея Курченко. Однако в ГПУ уверяют, свободно путешествовать по странам ЕС они все равно не смогут. Никто еще не отменил санкции. И есть шанс вернуть беглецам красные карточки Интерпола. Можно снова обратиться в организацию. Впрочем, есть одно но. Единый аспект, что та самая людина не может быть оголошена в решетку за теми самыми подставами. То есть, должны быть какие-то новые обставины в этой справе, новая информация, новые аргументы. Еще один путь через суд. Генпрокурор у себя на странице в Фейсбуке уверяет, проблему решат. Либо убедят Фемиду принять нужное для Интерпола решение, либо дождутся приговоров. Да и решение организации судебному делу о госизмене Януковича, которая по сути сегодня стартовала, не помеха, говорят в ГПУ. В НАБУ заверяют, обойдутся и без Интерпола, который отказался искать нардепа Нищенко, главного фигуранта дела о газовых махинациях. Было скеровано ряд заплатив до низких краин в межах тех прав, которые имеет Украина в контексте Европейской конвенции с выдачей правопорушников. Что же стало причиной отказа Интерпола? В ГПУ говорят, все дело в несовершенстве украинского законодательства. А еще винят сам Интерпол. Дескать, там так отреагировали на недавнюю резолюцию ПАСЕ, которая раскритиковала работу организации. Первой рефлексией Интерпола стало намагание быть святейшим, чем Папа Римский. И, соответственно, под низ, на жаль, в первую очередь, потрапили самые раскрадачи государственного майна. А вот эксперты и политологи утверждают, в Генпрокуратуре явно недоработали. Возможно, недоработала прокуратура по разным причинам. Первое, из-за отсутствия желания это делать. Второе, из-за есть желания, но нет возможности. То есть отсутствует квалифицированный персонал, который был разогнан в результате иллюстрации. Это сознательный саботаж со стороны правоохранительных органов Украины, которые не собирались никого искать. Каким образом в Интерпол подавались документы, которые четко было понятно, никогда не пройдут в Международной организации криминальной полиции. Само национальное центральное бюро Интерпола Украины неоднократно об этом предупреждало инициатора Роско, ну, в данном случае Генеральную прокуратуру. Интерпол фактически вызнав частковую незаконность, непоследовательность, непрофессионность действий правоохранительных органов. Это проблема конкретно следователей, которые не предупреждали такой наследок событий, хотя он был очевидный. И не обеспечили соответствующее оглашение ответственного запрещенного захода до подания этих людей, нарушенных до Интерпола. Это решение, утверждают эксперты, может негативно отразиться и на имидже страны. Раз Интерпол отказал в розыске, то могут отказать и другие страны выдавать преступников. Анна Каменева, Диана Клочко, Анна Демиденко, Виталий Коваленко. Подробности телеканал Интер.